Женщина на интернет-форуме. Если я в сети и не отвечаю на ваши сообщения, значит, кто-то смотрит мультики или пришел таксист с работы. Папа, спрашивает сын, а правда, что настоящий мужчина должен оставаться спокойным в любой ситуации? Правда, сынок? Тогда тебе сначала показать мой дневник или новое платье мамы? Спросил племянника. Сколько лет твоему папе? Пять. Как это пять? Ну, он же стал папой только когда я родился. Что самое худшее в одиночестве? То, что некому почесать, когда сам не может достать туда, где чешется. Так и здравствуйте. Вы таки ознакомились с моим разуме. Ознакомились и решили, что мы просто недостойны работать с вами вместе. Папа, ты когда-нибудь влюблялся в учительницу в школе? Сынок, ты как раз сейчас мне об этом напомнил. Естественно. И что из этого получилось? Да ничего. Об этом узнала твоя мама и перевела тебя в другую школу. Если бы я неожиданно умерла, ты бы женился снова? Конечно, нет. Нет? Почему это нет? Тебе не нравится быть женатым? Ну, при чем тут это? Еще как при чем? С какой стати ты не хочешь больше жениться, если ценишь брак? Ну, хорошо. Женился бы. Если тебе от этого легче. Расстроено. Ах, женился бы, значит. Ну да, мы же об этом разговаривали. И ты бы с ней спал в нашей кровати. А где мне, по-твоему, с ней спать? И ты бы вместо моих фоток везде бы ее поставил? Ну, думаю, да, конечно. И ты бы ей позволил водить мою машину? Нет. У нее прав нет. Тишина. Блин. Мир настолько испортился, что когда перед тобой чистый, искренний человек, который хочет быть рядом, ты ищешь в этом подвох. Только когда поближе познакомился с медицинским начальством, до меня дошло, что означает «змея» на эмблеме медицины. Спасибо. 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 Спасибо.